Воскресенье Украина будет выбирать нового президента. Ожидается, что граждане страны проявят высокую активность. По данным соцопросов, более 80% украинцев собираются посетить избирательные участки. Впервые в истории государства выборы пройдут в такой напряженной обстановке, когда на юго-востоке продолжается антитеррористическая операция. Но в том, что участки 25 мая откроются, сомнений нет. Более 20 человек выдвинули свои кандидатуры для участия в избирательной кампании. Первое сейчас место занимает Петр Порошенко, а третье только Юлия Владимировна Тимошенко. Во втором туре может быть версона абсолютно для нас неожиданная. И то, что касается соцопросов, многие люди сейчас в соцопросах, возможно, не дают искренние ответы за тех людей, за которых они будут голосовать. Искренний ответ сейчас на соцопросе дать, допустим, в Луганске, в Донецке, может быть, для людей оказаться себе дороже. А потом, на выборах, они поступят так, как великим сердцем и совестью. Рейтинги говорят, что миллиардера Петра Порошенко в первом туре готовы поддержать 34% украинцев в разных регионах страны. Это самый популярный кандидат. На втором месте Юлия Тимошенко с 6,5% и замыкает тройку лидеров Сергей Тегибко с 5,8 голосов избирателей. Далее следуют Олег Лешко, Анатолий Гриценко и Михаил Добкин. На седьмом месте лидер коммунистов Петр Симоненко. Все остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов на всех. 23% избирателей еще не определились симпатиями. Я буду голосовать за Юлию Тимошенко, так как она деятельный, профессиональный и сильный человек. Я проанализировал всех кандидатов остальных. Они не сравнятся с ней в ее духе. Она очень сильный человек. Ее не смогли сломить ни Янукович, ни Ющенко, который ее предал, ни даже эта тюрьма. Буду голосовать за Дмитрия Яроша, потому что Дмитрий Ярош – это герой Майдана. Это человек, который не только словами, но и делами своими показал и принес свою жертву за Украину. Слава Украине. В тюрьме голосовать не буду ни за кого, потому что наши власти сделали так, что слишком сложная процедура проходить, чтобы перенести голосование на Киев. Ну, а если будет второй тур, тогда подумаем. Не исключают эксперты и того, что выборы ограничатся одним туром. Политолог и депутат Верховной Рады третьего созыва Игорь Гаврилов считает, что если второй раунд все же будет, то может появиться фигура совершенно для всех неожиданная. Потому что люди не всегда искренне отвечают во время соцопросов, за кого планируют отдать свой голос. Также не принято вслух говорить о своих симпатиях к национально ориентированным кандидатам в президенты, которые могут преподнести сюрпризы, отобрав голоса у фаворитов гонки. При всем желании, чтобы выборы произошли в первом туре, выборы будут двух туровыми. Потому что в первом туре все-таки люди захотят большинство проголосовать за тех кандидатов, которые наиболее им идеологически близки. Второй тур – это уже будет тур компромисса, когда, так сказать, уже нужно будет определиться между двумя персонами. Это, кстати, большинство, я предполагаю, что большинство граждан Украины отдадут свои голоса за Петра Порошенко. У меня где-то пускают, что второй тур, может быть, выйдет Тимошенко. Возможно, это будет кто-то другой, это будет для украинского социума, в общем-то, неожиданность. Новый президент Украины избирается на пять лет, но эксперты не исключают, что может появиться необходимость проведения досрочных президентских выборов из-за изменений, которые будут внесены в конституцию страны. В этом случае полномочия президента будут сильно ограничены. Реальная власть сосредоточится в руках правительства и премьер-министра. От вновь избранного главы в стране ждут дальнейшие интеграции с Европейским Союзом и позитивных изменений в жизни каждого украинца. Однако главная борьба между политическими силами Украины развернется на следующих выборах, уже парламентских, которые могут состояться через несколько месяцев после президентских. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова